Маленького села Домна в Забайкале собрались у администрации. Люди возмущены и напуганы одновременно. Днем на пустыре нашли растерзанное тело 7-летней девочки. Ее насмерть загрызла стая собак. Первоклассница возвращалась из музыкальной школы, но домой не дошла. Осталось лежать на окраине поселка с многочисленными укусами. По предварительной версии СК, животные, растерзавшие девочку, были бродячими. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В соцсетях также пишут, у псов был хозяин. Сейчас эту информацию проверяют следователи. Когда мы прибыли на место трагедии, на улице уже было темно. Ночью крыло подробности страшных событий. Но возле углового дома улицы Больничной, где все и случилось, продолжали работать судмедэксперты Следственного комитета. Сотрудники ведомства пояснили, родители забили тревогу, когда девочка вовремя не вернулась с занятий. В местных группах интернет-мессенджеров объявили поиск. Нашли тело быстро, как раз по большому скоплению собак возле него. Проблема бродячих животных в Домне кричащая. Местные жители пришли за ответами к поселковой администрации. Впрочем, как уверяют они сами, за помощью к властям уже неоднократно обращались. Только собаки и ныне там. Сегодня детей нельзя выпускать от них на улицу. Потому что на улицах есть стаи собак, которые просто могут убивать. Потому что ребенок может погладить, может отмахнуться и тем самым привлечь вожака, который будет охранять свою стаю. И помисси могут быть, потому что собаки могут вязаться с волками. И в многих регионах, особенно северных, это часто происходит. Ребенок должен звать на помощь, собой давать или баллончик, или еще что-то. Любой запах отпугивает собак. Даже распылитель любой уже остановит. Никто за этих животных не отвечает. Но кто в таком случае ответит за те мучения, что пришлось пережить Никите Потапенко в свои 9 лет? И ему, если так можно выразиться, еще повезло. В тот день, когда животные загнали школьника в яму и накинулись, он был не один. Брат бросился в ближайший магазин. Искал помощи у взрослых. Отважная женщина-продавец в одиночку. Спасла ребенка и вызвала скорую. Никита, сколько было собак? Восемь. Большие? Только три. За год Никите сделали уже четыре операции. Еще одна ждет в декабре. Но самое сложное впереди – работа с психологом. Он стал замкнутый. Почти не разговаривает. У него не было скальпа в двух местах на голове. Он был весь искусанный. Это как я его увидела уже после операции. Он был весь перебинтованный. Спина, ноги, руки, шея, лоб. Все было замазано, закручено, забинтовано. Все нападения произошли в соседних дворах. Расследовать их сыщики начали после первой жертвы. Тело погибшей женщины с многочисленными следами укусов обнаружил Сергей, когда вышел на прогулку. Тогда и выяснилось – свора собак держит в страхе целый район уже не первый месяц. Точно так же погибли еще несколько человек. В каждом случае судебно-медицинская экспертиза показала – причинами смерти стали большая кровопотеря и болевой шок. Местные чиновники тогда даже ввели локальный режим ЧАЭС. Стали вдруг активно патрулировать улицы. Не окажись поблизости, водитель автомобиля, чей регистратор и запечатлел нападение бродячей собаки на детей, неизвестно, чем бы оно закончилось. На кадрах девочка лежит на снегу и отбивается от бездомного пса, который треплет ее за комбинезон. Вторая малышка отчаянно пытается защитить подругу. Изо всех сил ударяет животное, да так, что сама падает на землю. Собака на секунду отвлекается, а затем продолжает кусать ребенка, рвать на нем одежду. Из машины выбегает шофер и его приятель. Один мужчина оттаскивает агрессивного зверя, второй в это время поднимает испуганную девочку. Малышка, еще не осознав, что спасена, кричит хриплым голосом на весь двор – помогите, собака. Пострадавшая первоклассница, ее зовут Николь Витченко, до сих пор не может отойти от шока. Вся спина малышки в ранах. Когда бабушка поднимает футболку, чтобы показать укусы, девочке очень больно. На коже следы от зубов животного, хотя после просмотра видео оказалось, что плотный зимний комбинезон должен был защитить от глубоких ран. Спит Николь теперь только на животе и старается ни к чему не прислоняться. Я просто как-то упала, и на меня собака просто кинулась. Кажется, сильно испугалась? Да. Расскажи про это. Я охала. Она меня вот так вот в зубы, ну, за комбинезон взяла, за куртку, и вот так вот трясла, короче. Бабушка малышки Любовь Рыбакова, между тем, корит себя за то, что отпустила внучку на прогулку одну. В тот день, рассказывает, сама была на работе. Когда ей позвонили, обеспокоенные соседи, все бросила и помчалась домой. В школу она ходила всегда одна. У нас тут через мост, недалеко школа. А теперь ее, она говорит, я не буду одна ходить, мне нужен сопровождающий. Она боится выходить на улицу. Сегодня ночью вот она спала со мной, ночью она кричала. Стая бродячих псов, как выяснилось, держит в страхе весь район на окраине Новосибирска. Лариса Потапова на работу ходит со специальной палкой. Она виднеется в пакете, чтобы защищаться. У собак бродячих много, особенно возле завода, вот из НРЗ. Целая шайка, они бросаются на людей. Страшно утром рано идти на работу. Начальство в курсе, никто ничего не хочет делать. Так 13-летняя Вика, сейчас она в больнице, выглядит после нападения бродячих собак. Раны по всему телу, в том числе на лице, которое девочка старается прикрыть, стесняется. Покажи глаз. Убери руку. Убери. Делают прививки от бешенства, уколы. Собаки едва не растерзали школьницу в тот момент, когда она шла на каток. Шла, сначала одна собака подбежала, начала ноги кусать. Тут следом за ней еще пять. Угонили меня, потом все одевали, обувь, носки сняли, шла. Этот снимок сделан сразу после нападения. Страшно представить, с чем все могло закончиться, если бы на помощь вовремя не подбежал очевидец. Геннадий услышал детские крики и смог отогнать собак. Мужчина вспоминает, разъяренные псы тащили ребенка по земле почти 20 метров в сторону лесополосы. Ботинки были сняты. Один ботинок был снят. Нога уже без носка. Голосы торчат вот так вот, волосы. Вот здесь все порвано у ней, как бы наверху лоб. И голова вся искусственная, и кровь текла. Я ее одел тихонько, она плакала. Это не первое нападение. Тремя днями ранее в этом же районе бездомные животные набросились на четвероклассника, который возвращался из школы. Слышу сзади гав, гавкать кто-то. И там они уже, эти собаки, они уже на меня бегут. Я только оборачиваюсь, и они уже убегут. Повалили, у меня сменку уже отобрали. Я начал кричать со всей силы. И старшеклассник Саша, который до этого прошел, он прибежал с палкой и отогнал их. После череды нападений у родителей наступила, так сказать, точка кипения. Боятся отпускать детей в школу. Несмотря на поздний час, собрались на улице. Надо как-то решать вопрос. Они вечером, как начинает темнеть, вот особенно сейчас зимой, темнеет рано. После 4-5 часов они вот постоянно приходят сюда. Они начинают искать еду, соответственно. Они лазают здесь. Мы боимся теперь детей своих отпускать на улицу. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в службу по отлову животных. Но ситуация не изменилась. Представители организации, в свою очередь, парируют. Мол, во всем виноваты сами люди, которые безответственно бросают собак на дачах, расположенных поблизости. Собака лапами и стала рычать. Елена вспоминает, как и почему ее дочь не дошла до школы. Собака ее схватила за руку. Девочке удалось спастись. Звери отвлекли прохожие. Но в Якутске так бывает не всегда. Семена Алексеева атаковали. На пути в магазин. За ногу укусили. Хотели свалить меня. А потом студент увидел, что на него стая отвлеклась от лежащей в снегу женщины. Оттуда они побежали ко мне. Научная сотрудница Северо-Восточного федерального университета погибла. В городе ввели режим ЧАЭС, а в стране задумались, реально ли вообще решить проблему бездомных собак. По закону об ответственном обращении с животными, безнадзорных собак отлавливают и стерилизуют. В Якутске вот поймали, как его прозвали, короля стая, терроризирующий город. Ну как его вытаскивать-то? Вытаскивать и как ему? В пункте передержки после стерилизации и вакцинации закон предписывает держать животное месяц, а потом вновь вернуть в естественную среду. Но благое дело оборачивается новым фактором риска. В течение месяца собака, которая привыкла сама добывать пищу, получает пищу от человека, перестает его бояться и воспринимает его как подателя пищи. Умерщвлять безнадзорных животных запрещено, а вариант содержать всю жизнь упирается в бездушный финансовый расчет. Сегодня в условиях Якутии содержание одной собаки обходится 280 рублей в день. Таким образом, только на одну собаку на год требуется 105 тысяч рублей. Давайте умножим эту цифру хотя бы на тысячу собак. Это будет 105 миллионов в год. В прошлом году только в Якутске собаки покусали без малого 900 человек, причем только половину нападений совершили бездомные. Ситуация вряд ли изменится до тех пор, пока не будет введен жесткий контроль за организациями, занимающимися животными. На эти работы выходят или шариковы, так скажем так, да, или люди, не имеющие до этого, до последнего времени, никакого представления вообще о животных и с ними никак не связаны. Различные строительные компании, там, холдинг, строй, что-нибудь. И вот такие люди начинают заниматься отловом, содержанием, да, и выпуском прежнего средообитания. Не стоит недооценивать и клипсованных собак, предупреждает Анна. Метко означает, что зверь проверен на агрессию и стерилен. Но так ли это на самом деле? Вот ходим, спасаемся от собачек таким образом. Одеваю широкие штаны, ботиночки повыше, чтобы пальто подлиннее. И вот такой вот палочкой хожу. Проблемы жителей этого ростовского двора актуальны для всей страны. Сердобольные соседи кормят бездомных собачек, пускают в подъезды погреться. Но симбиоза как-то не получается. Он просит не показывать его лица и не называть имени. Впрочем, весь поселок и так знает, в какой семье произошла трагедия. Бесконечно корит себя за то, что не было рядом, как доцепной пес. Овчарка, которая прожила в семье два года, напал на пожилую мать. Собака расправилась с 70-летней Валентиной Петровой прямо во дворе дома. Мертвой хваткой вцепилась в женщину. Та даже не смогла позвать на помощь. Приехал домой. Мама лежала уже там, запутанная в цепь. Собаки не было. Собака убежала в сторону поселка. Инна, соседка, считает, что могла стать второй жертвой агрессивного пса. Но сын по счастливой случайности был дома. Озлобленное животное забежало в сад и атаковало женщину. Молодой человек не растерялся, схватил лопату и пошел на пса. Прямо начала бросаться. Калитка была открыта в саду. Прямо я вцепилась в рука, вот за салат не стал дать. Сын был лопатой и гонял ее, она на него бросалась. Восемь часов овчарка-убийца металась по поселку, пытаясь загрызть каждого, кто попадался на ее пути. Тогда местные еще не знали, что собака представляет смертельную опасность. Эти кадры теперь и основание для протокола полицейских и повод для народного возмущения. Накинувшийся на ребенка пес – закономерный итог легкомысленности хозяина, не уследившего за четвероногим любимцем на прогулке. Семилетняя Самира – это на нее буквально запрыгнула. Соседская овчарка уже два дня толком не спит. Такой перенесла шок. После случившегося врачи назначили ей уколы от бешенства. Если бы не случайный свидетель – житель поселка, который проезжал мимо и смог вовремя отогнать собаку, исход мог бы быть куда более плачевный. Башкирия, село Сафарова. Рычание, лай. Женщина пытается отогнать стаю собак, но не успевает. На земле остается бездыханное тело ребенка. Весь в крови. Лицо невознаваемый. Всех хватит, у меня сердце. Он выйдет на улицу, чтобы покататься на велосипеде, но не успеет отъехать от дома, а тут всего лишь каких-то метров 50, как на мальчика набросится стая бездомных собак. Все произойдет буквально за считанные секунды. Собаки за ноги сбросят ребенка с велосипеда и потом утащат мальчика в овраг. Пошел! Соседка Миграновых сама еще долго не могла подойти к телу погибшего ребенка, разгоняя своим криком взбесившихся животных. Кожа от головы разодрана, лица у него не было, наполовину носа, ухо все разодрано было. Голодные собаки ребенка сожрали, получается. Писали жители деревни, жители села, что есть проблемы с бродячими собаками. Почему мы всегда все доводим до крайности? Нам поступил только устный сигнал. Я, конечно, понимаю, что сейчас поздно посыпать голову пеплом. Как сказать? Ну, случилось так случилось, вот этот горе. Какая хорошая, красавица! Вы осторожнее с ней, бабушка, красавица? Нет, она не... Откуда вы знаете, что у нее на уме? Она старая. Ну, вот бабушку в Бурятии съели собаки, а вы не боитесь? Я знаю, но меня никто еще тут не кусал. Эти бесстрашные магнитогорские старушки подкармливают собак, живущих у торгового центра. Судя по биркам, на ушах животные привиты и стерилизованы. Но кто даст гарантию того, что эти собаки не проявят агрессию и не нападут на человека? Все три собаки чипированы. То есть это значит, с ними проводилось медицинское суживание. При этом она стерилизована, но проявляет агрессию. Наш закон что подразумевает? Поймали, стерилизовали, оказали медицинскую помощь, выпустили. Выпустили на прежнее место обитания. А кормиться зачем? Там уже не сказано, что на этом месте дальше будет государство подвозить им сухой паек. Так может быть, стоит бороться не с последствиями, а все-таки с причиной. В Германии вы вообще не сможете купить собаку, пока не получите специальный сертификат. По закону каждый должен пройти тест на компетентность или получить сертификат компетентности. Это как водительские права, только для собаки. Если собака сходила на газон и хозяин за ней не убрал, штраф 40 евро. Выкинуть собаку тоже не получится. Все домашние животные в Германии чипированы. Полицейские потерявшуюся собаку просто вернут хозяину. В Германии животных не усыпляют, если они здоровые и не опасные. В таком случае они остаются в приюте до своей смерти. В других странах иначе. Какое-то время о животных заботятся. Но если в течение определенного времени их не забирают, то только тогда их усыпляют. А как в части ответственности хозяина обстоят дела у нас? В законе нет запретов, никаких ограничений, никаких штрафов, никакого наказания. Пусть загрызают людей. Людей не жалко. Даже тот скромный набор законов о домашних животных многие отказываются соблюдать. Вот кадры, снятые на детской площадке в Краснодаре. Выведите, пожалуйста, отсюда вас свою собаку. Выводите. Потому что это детская площадка. Здесь делать нечего. Выводите свою собаку. С такой. Вам объяснили. Мне сейчас вызвать милицию. Вызывайте. Требование женщины понятно. Собака без намордника там, где играют дети. Но договориться с хозяином не получается. В какой-то момент он даже достает перцовый баллончик. Мне вывезти вашу собаку. Попробуйте рискните. Трудь мою собственную собаку. Рискните. Я вас перцом прямо сейчас же залью. Я вас сейчас прямо же перцом залью. Руки от моей собственности убрали. Наверняка многим из вас на узкой тропинке или в тесном лифте приходилось сталкиваться с такими соседями. Разгуливающими с машиной для убийства. Ой. Не бойся. Он не кусается. И слышать в ответный испуг в ваших глазах именно эту фразу. А вот так. Ой. Это выглядит со стороны. Кстати, не бойтесь. Ружье не заряжено. Ведь не зря же в США говорят, собака это возведенный курок пистолета хозяином. Ведь любая, даже самая безобидная псина, как чеховское ружье, когда-нибудь обязательно выстрелит. То есть укусит. Но вернемся к трагедии в Башкирии. Как выяснилось, среди шести напавших на малыша животных, четыре собаки никакие не бездомные, а соседские на свободном выгуле. Я же узнала, это хозяйские собаки. Ага. Вот соседи наших две собаки. Одна собака, вот с новостройки Хамбалиева, Амира собака. То есть не совсем-то бездомные. Да, вот почему вот их хозяев не наказывают. И что же теперь остается хозяевам этих собак? Ну, разве что молить о прощении. Бригада по отлову животных сегодня весь день работает в Якутске. На месте нападения свор и собак на женщину, потерпевшая лишь чудом уцелела. На кадрах видно, как девять бродячих псов окружили женщину. Сначала она сидит на земле, затем встает и, отбиваясь от разъяренных дворняк сумкой, пытается убежать. При этом собаки продолжают ее преследовать. Инцидент произошел в районе ипподрома, неподалеку от Арктического государственного технического университета. Небольшой подмосковный поселок в паре десятков километров от Москвы может стать рекордсменом по числу жителей, которых атаковали собаки. Там, например, есть дом, в котором каждый второй может показать следы от укусов. Ну, а как иначе, если семья, которая живет с ними в одном доме в течение очень долгого времени, отправляет на прогулку огромную веймерскую легавую с 12-летним сыном? Ребенок чисто физически просто не может удержать такого пса. И животное это прекрасно понимает. В итоге на улице делает, что хочет, и кидается на кого хочет. Наш корреспондент Александр Софиулин с удивлением узнал, что на любые претензии хозяева легавая отвечают одной фразой. Все врут и вновь отпускают во двор собаку с мальчишкой. Обычная прогулка с ребенком в коляске, с собакой на поводке в своем дворе. Юлия делает так каждый день, но в этот раз все пошло не по плану. Большой серый пес в руках 12-летнего мальчика. Или наоборот, мальчик на поводке у пса. Судя по этим кадрам, с огромной собакой без намордника ребенок не справился. Собака сорвалась и поперла на нас вместе с мальчиком на поводке. Девушка инстинктивно попятилась назад. Уронила коляску вместе с ребенком. Пыталась оттащить своего пса. На помощь ей пришел прохожий. Мужчина в серой куртке разнял собак. Его в итоге покусали. После все пошли по домам. Хозяин серого пса зачем-то решил наказать животное уже в лифте несколько раз. Ударил веймарскую легавую цепью. Разобраться в ситуации пытались с его родителями, но они не поняли, а в чем вообще проблема. Эти кадры на камеру мобильного телефона в жилом комплексе Саларева сделали случайные очевидцы. Разъяренный пес напал на мать с дочерью и их собаку. Малышка успела отбежать в сторону. Женщину пес повалил на землю. Крики о помощи разносились на весь комплекс. Хозяин агрессивного животного, по словам очевидцев, равнодушно наблюдал за этим неравным боем со стороны. Вот он идет, этот хозяин сейчас, этот мужик с двумя этими псами. Вот убежал у него вот этот вот рыжий, который сейчас у него без намордника. Судя по кадрам, хозяин пса, который еще несколько секунд назад едва не растерзал людей, внешне абсолютно спокоен. По словам жильцов комплекса, он частенько выпускает собак без намордника. Подобные жуткие истории, когда домашние собаки вдруг вспоминают зверинные привычки и нападают на людей, появляются в сводках новостей в разных регионах. В Новосибирске крупный пес едва не растерзал мальчика в подъезде. В Бердске домашний питомец откусил щеку ребенку. В Курской области агрессивная собака напала на мальчика. Спасли очевидцы. Фотографии шокируют. Она дверь, получается, открывает на все и говорит фас. Эти двое убегают на четвертый этаж к бабушке Соне. Третьи не успевают. По словам жильцов, проблема не столько в собаке, сколько в хозяйке животного. Женщина ведет себя демонстративно, агрессивно ко всем жильцам. Собаку выгуливает без намордника и выпускает в подъезд без поводка. А если соседи делают ей замечания, не стесняется в выражениях. Жильцы признаются, что женщине самой не помешал бы намордник. Будьте вы все прокляты, что моя собака кусается. Эксперты замечают, в каждой подобной ситуации отчетливо просматривается вина не столько животного, сколько владельца. Официально термина «собака бойцовой породы» не существует. Кинологи уверяют, в агрессивного пса можно превратить даже милого чихуахуа. С прошлого года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. В числе некоторых пунктов запрещено выгуливать собак определенных пород без намордника и поводка. В документе указано, что владельцы потенциально опасных питомцев за нарушение правил выгула должны нести ответственность. Но на практике, замечают эксперты, такие штрафы выписывают редко. Если хозяин, зная о том, что его собака агрессивная, выпускает ее без намордник, то ему в первую очередь надо нести ответственность. Жуткая трагедия в Садпаеве. Шестилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. Малышка играла одна во дворе своего дома, когда свора налетела через открытую калитку. Крики ребенка никто не услышал, как и жалобы горожан. Садпаевцы говорят, что голодные псы давно атакуют город. Жуткая история произошла в Нижнегорском районе Крыма. Собака напала на ребенка. Об этом стало известно в пятницу вечером из сообщений в социальных сетях. Крупный пес вырвался из вольера в селе Садовое и нанес серьезные травмы 9-летнего мальчику. Сама собака метис двух пород. В России такие занесены в список потенциально опасных, поэтому не предназначены для содержания дома. Репортаж Михаила Андроника. 27 декабря днем один из школьников села Садовое возвращался домой после занятия. Когда он вошел во двор, собака бойцовской породы выбралась из вольера и набросилась на другую собаку. Мальчик попытался защитить его. Животное переключило свою агрессию на ребенка. Мальчика в сознании со страшными увечьями обнаружила во дворе мать, когда вернулась с работы. Собака сидела рядом со своей жертвой. С трудом оттащив взбесившееся животное, родители вызвали скорую. В Нижнегорской районной больнице мальчику оказали первую помощь и вызвали выездную бригаду из детской республиканской больницы. Врачи, которые помогли транспортировать ребенка в Симферополь. У ребенка обширные повреждения полосистой части головы, там обширная скальпированная рана. Есть повреждения массивной лицевой части головы. К сожалению, большой очень дефект, который был, часть тканей была утеряна. Бабушка пострадавшего мальчика рассказывает, что собака, которая напала на ребенка, была помесью крупных пород. После нападения она сбежала. Мы хотели ее затащить туда, а она выскочила из петли и убежала. В районе отрадная. Полиция проводит проверку по факту нападения бойцовой собаки на трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Пес был без намордника, но доказать, что его владельцы нарушили правила выгула, будет непросто. Почему, выяснила Тамара Нарсисян. Настя пока еще находится в состоянии шока. Постоянно говорит о том, что ее покусала большая собака. Родители девочки переживают за психическое состояние ребенка даже больше, чем за физическое. Шип головы и раны от укусов. Там получилось, что на голове одна рана, около уха, около губы, под носом. Вот это вот то, что ей зашивали. Сказали нам в скорой, когда мы ехали, что ребенку очень повезло. Что если бы не мама и не соседка, которые стали оттаскивать собаку, то все было бы гораздо хуже. Раны по всей голове, вырванные волосы и, конечно, испуг. Настя всегда любила животных, по крайней мере, пока соседский бультерьер чуть ее не растерзал. В этот день девочка возвращалась с бабушкой из садика. Все произошло на лестничной площадке. Бабушка с внучкой, а также их соседи с двумя детьми вышли из лифта и зашли в тамбур. Пока женщина открывала дверь квартиры, из соседней выскочила собака. И вот на этом месте набросилась на ребенка. Бродячие собаки напали на шестилетнюю девочку. В Магадане ребенка госпитализировали с укусами разной степени тяжести. Это случилось на детской площадке в районе магазина «Северное сияние». Родители пострадавшие обратились с жалобой в полицию и мэрию, но в муниципалитете поясняют, сейчас собак обязаны отлавливать сотрудники приюта, а у них не хватает сил навести порядок. Моя коллега Людмила Щербакова навестила Алину Чарах в больнице и встретилась с ее родственниками. Шестилетняя Алина Чарах сейчас чувствует себя хорошо. Девочка пока не говорит о случившемся. О том, что произошло, напоминают синяки и повязки на ногах. Врачи говорят, им пришлось буквально выводить ребенка из состояния шока. Поступила в состоянии средней степени тяжести, множественные укусы нижних конечностей, правоушной раковины. То есть первично в ранний период, посттравматический. Прогнозов о состоянии девочки медики пока не дают в ближайшую неделю, а возможно и больше она проведет в больнице. В коме очередной жуткий случай нападения бродячих собак на людей. Пострадала 4-летняя девочка. Трагедия произошла по улице Восточной на окраине Печоры. Девочка шла от мамы к тете в соседний дом. Беспризорные животные набросились на ребенка, сильно покусали и попробовали оттащить к теплотрассе. На крики прибежал сосед и отбил девочку у свора собак. Оказал первую помощь и доставил в больницу. В Подмосковье завели уголовное дело после нападения Ротвиллера на 11-летнюю девочку. Все едва не обернулось трагедией. Огромный пес вцепился ребенку в шею. Пятиклассницу спасли рабочие из соседней стройки. И то от разъяренной собаки пришлось отбиваться лопатами. Жители говорят, что это уже не первое нападение на детей. Андрей Ященко продолжит. Эти кадры сделаны сразу после нападения бойцовой собаки. 11-летняя Настя истекает кровью. Прохожие пытаются перебинтовать рану. На этих кадрах ребенка несут в машину. В Нагорской больнице Настю экстренно прооперировали. Выбежала собака и стала меня кусать. Сначала за ягодицу, а потом уже я упала и в шею. Увидев маму в палате, маленький Петя улыбнулся. Впервые за долгое время. Врачи говорят, это добрый знак. Мальчик идет на поправку. Повязки сняли, раны начинают затягиваться уже не так больно. Ребенок крепко прижимает к груди игрушку у щенка. Он не перестал любить собак, даже несмотря на то, что ему пришлось пережить после нападения Алабая. Пес набросился на малыша во дворе многоэтажки. Сначала вцепился в руку, затем искусал лицо. Вот к нам приходят его друзья, приносят подарки Петру, пишут записки. Мальчик рассказал матери, что хотел всего лишь погладить собаку. Не дразнил, не провоцировал. Лилия Анистифорова до сих пор с ужасом вспоминает о случившемся и корит себя за то, что позволило сыну выйти из дома раньше нее. Всего на каких-то пару минут он едва успел спуститься по лестнице, когда женщина услышала крики. Честно сказать, вот этот вот момент я вообще плохо. Я вот соображала, стоит ребенок повернутый ко мне, весь в крови, не видно ни глаз, ничего. Ребенок тянет ко мне руки, а я ничего сделать не могу, я боюсь к нему подойти. Я его взяла на руки, прижала, выбежали соседи, стали вызывать скорую. Ребенок потерял много крови. Медики несколько часов боролись за его жизнь. Врачам чудом удалось сохранить малышу глаз, но как он будет функционировать дальше, пока большой вопрос. Назначено потребуется помощь пластических хирургов, иначе от жутких шрамов на лице не избавиться. И, вероятно, одной операции, говорит Соломон Абрамян, здесь не обойтись. Здесь пациенту оказана первая помощь. Естественно, шовы грубые, неэстетичные, здесь не до эстетики было. Здесь придется работать с нам, с пластическим хирургом, подключать к косметологам, чтобы они делали, может быть, шлифовку, в дальнейшем шлифовку рубца. Лилия Нестифорова признается, вряд ли они смогут себе позволить дорогостоящие процедуры. Конечно, помочь Пете мог бы хозяин собаки, но его отыскать пока не получилось. Родители малыша объявили сбор средств в интернете. Если только по предварительным подсчетам специалистов, на лечение мальчика потребуется больше миллиона рублей. Страшный случай нападения собак в зверсовходе произошел около 10 часов утра. 20-летняя девушка шла по этому проулку, когда на нее напала стая собак. Эти клочки одежды показывают, насколько агрессивные были животные. Она пошла в поликлинику. Вот она живет, вышла, буквально до угла не дошла, и собаки напали. Выскочили? Нет, это мама выбила. Чтобы защищаться, отгонять. Она в каком состоянии была? Лицо это. Там у нее гвозницы одни остались. Но она живая, живая самое главное. Я услышала, как девочка это кричала. И лаяли собаки. Вышла на угол. Доглянула сюда, и вижу, стая собак ее грызет. И она уже молчит. Начала палкой колотить в забор. И собаки так немножко стали отходить. Она была сильно, конечно, покусана. Тело уже было вообще голое. В общем, состояние ее было страшное. На ноге такие глубокие укусы, аж сухожилия все видно было. На момент приезда врачей девушка была в сознании и даже отвечала на вопросы. Что касается собак, стая убежала. Но недалеко. Разъяренная стая на этом не успокоилась. Жертву выбрали среди своих. И буквально загрызли собаку до смерти. Буквально через пару часов после этого страшного происшествия поступил еще один звонок в скорую помощь. Тоже с этой же улицы. Как оказалось, та же стая напала на маленького мальчика. Мальчик в школу шел. Ее окружили, покусали. Короче, здесь, возле моего дома. И я еле оттошила от этих собак мальчика и домой занесла. А мальчику сколько лет? 9 лет. Между тем, состояние девушки врачи расценивают как крайне тяжелое. Известно, что она уже перенесла сложную операцию. Потребовалось переливание крови. Сейчас находится на ИВЛ. Но даже если пострадавшая выживет, останется инвалидом. Слишком тяжелые увечья оставила встреча с бродячими собаками. Жильцы этого дома, кажется, боятся зайти во двор. За следственными действиями наблюдают со стороны. Там, в сугробе, лежит растерзанное тело их двухмесячной дочери. Рядом еще одно тело. Убийцы младенца. Питбуля. Его застрелили. И только после следователи приступили к работе. Оказалось, убитый пес любимец семейства был, пока в доме не появился ребенок. Это раньше все свободное время профессиональные заводчики посвящали своим питомцам. В одном вольере находились сразу семь питбультерьеров. Теперь нужно было заниматься и дочерью. Сложно сказать, что именно произошло. Ревность, резкий всплеск агрессии. Но из всех животных именно эта собака вырвалась из-за ограждения и бросилась на коляску, в которой спала девочка. В результате нападения собаки бойцовской породы, питбультерьера, погибла двухмесячная девочка. Младенец получил травму головы. Позже, после инцидента, животное было уничтожено. Что это? Несчастный случай или банальная халатность? Ведь собак бойцовой породы часто называют миной с остальными зубами. Никогда не поймешь, когда она рванет. Создания крайне прихотливые. Даже незначительная ошибка по уходу может стоить жизни. И, как правило, жизни самых беззащитных. Похожая трагедия произошла и в Кемеровской области. Там в семье заводчиков питбулей появился ребенок. Отец заметил, собаки ревностно относятся к новому жителю дома. Он даже хотел питомцев переселить, но не успел. Ребенок выполз из дома на улицу, подполз к собакам бойцовских пород, которые, соответственно, и покусали ребенка. Еще один жуткий пример из Свердловской области. Там охотники тренировали собак бойцовой породы. Учили атаковать жертву, причем любых размеров. Но не учли, что агрессивные псы без постоянной практики могут попросту заскучать. И вот однажды мимо забора прошла группа школьников. Собаки с легкостью преодолели барьер и растерзали маленькую девочку на глазах у соседей. У меня звонок, Альман Кадоцин. Полину собаки садрали. Я говорю, что? Собаки садрали, Полину. Собаку бить застрелили, а дальше все. Редко когда нерадивые заводчики получают серьезное наказание за страшные последствия их откровенной невнимательности. Вот и в Якутске сложно угадать, кто ответит за смерть двухмесячной малышки. Садись в машину. В машину давай. Я не могу. Помогите. Бродячие собаки растерзали ребенка и девушку. Девушка уже не кричала. Кто в ответе за бесконтрольные своры? Куда жаловаться на городских волков? В кого-то они вселяют ужас, кто-то милосердно их подкармливает. Одна любимица двора, второй с жутким оскалом бросается на людей. Бродячие собаки. Почему они нападают на людей все чаще и чаще, и по большому счету проблема эта не решается вовсе, или даже если решается, то очень медленно и исключительно локально. Плюс ко всему, только после того, когда случается очередная трагедия. Виновата сама природа или все гораздо проще, и причину надо искать в нас, кто просто забыл, что мы в ответе за тех, кого приручили. Сегодняшняя новостная сводка дополнилась событием из Красноярска. Там стая четвероногих напала на школьницу. Причем не где-то в подворотне, а прямо на территории учебного заведения. Конечно, теперь там назначена проверка, чиновники дали распоряжение службам отлова, а ребенок находится в больнице. Все еще обошлось, если так вообще можно выразиться. На помощь подоспели взрослые. Печально, что история эта совсем не из ряда вон выходящая. Похожее происшествие зафиксировано в Свердловской области. В небольшом городке Алопаевский 10-летний мальчик вечером приехал к бабушке и уже приближался к дому, когда на его пути повстречался бродячий пес. Благо, мимо проезжал незнакомец, который бросился на помощь. Вот как это было. Мужчина отвез ребенка домой. Серьезных травм школьник не получил, но испугался знатно. И этим нападением тоже занимаются правоохранительные органы. Они тоже связались с местной администрацией, снова заговорили про отлов. Но почему бы не сделать этого раньше? Почему это работает таким образом, что сначала надо дождаться, когда бездомное животное проявит агрессию? Согласитесь, вряд ли эта ситуация кого-то удивила. Здесь можно было бы закончить, но проблема куда масштабнее. Давайте перенесемся в Бурятию, где свора собак, по сути, растерзала 20-летнюю девушку, когда та шла на работу. Девушка уже не кричала. И я тогда на соседний участок перелезла, получается, взяла палку и давай стучать об забор в том именно месте, где они ее уронили. Шум напугал разъяренных городских волков. Они отступили. Пострадавшую занесли в дом. Туда же подоспели медики. Искусственную жительницу Улан-Удэ увезли в больницу. А чиновники на очередном совещании снова рапортовали, что проблема такая в регионе, конечно, имеется, но она будет решаться. Но тут все как обычно. Мы с вами уже знаем. Это происшествие с хозяйскими собаками домашними. То есть самая агрессивная собака из тех, которая сегодня напала, это большая собака с оторванной цепью. То есть она сорвалась с цепи просто, собрала вокруг себя стайку и напала на девушку. То есть и как только туда приехали представители комитета городского хозяйства, они видят дворы открытые, будки пустые. То есть это собаки, которых отпускают гулять. Если опустить эмоции, то к бродячим злым собакам мы уже как-то привыкли. А тут домашние. То есть люди приучили животных охранять свое хозяйство, а себя приучить ответственно относиться к своим питомцам забыли. Самое поразительное, что эта же стая набросилась еще и на ребенка спустя какое-то время. Он, к счастью, смог убежать. Ловили собак и специалисты, и даже полицейские. Причем озлобленный пес пытался накинуться на участкового. Тому пришлось применить табельное оружие. Животное застрелили. Кто-то скажет, жалко. Я, может быть, даже соглашусь, ведь тут виноват хозяин, как ни крути. Кстати, опять-таки, после инцидента чиновники прошлись с рейдом по округе. Были выявлены факты. Два протокола уже составлены сейчас на месте. Тоже собаки достаточно крупные были. И находились около ограды. То есть спокойно проезжаешь, на машину бросаются собаки, ведут себя агрессивно. Которая, скажем так, реально потенциальная угроза для людей, которые будут проходить мимо. В том числе для детей. Происшествием заинтересовались сразу два ведомства. МВД и Следственный комитет. Не исключено, что уголовная ответственность настигнет нерадивых владельцев животных. Вот только есть ли до этого теперь дело пострадавшей, которая сейчас с серьезными рваными ранами находится под наблюдением врачей? Ведь эти чьи-то хорошие мальчики и суровые охранники частных домов не просто схватили девушку заново. Они терзали ее на протяжении нескольких минут. Я ее же на простынь положила, укрыла. Она вся замерзла. Все же совсем раздетая, на снегу лежала. И пока мы ее волочили, там видно, что отмороженные уже у нее участки тела. То есть разорвали и зимнюю куртку, и ту одежду, которая под курткой была, тоже разорвали. Да, она была совершенно вот раздетая вся. На ней были только сапожки. Есть ли разница между бродячими псами и домашними на свободном выгуле? При всем том, что я сам испытываю исключительную симпатию к четвероногим, мне кажется, что разницы нет, когда речь идет о нападениях. Проблема на самом деле еще глубже. Многие уличные псы тоже когда-то имели свою будку, но по тем или иным причинам их прогнали. А вот если бы закон работал иначе, если бы нельзя было просто так выгнать питомца, если бы за это штрафовали, а предположим, и завести нельзя было бы просто так, а еще все любимцы были бы учтены, а для потенциально опасных вовсе ввели бы специальное разрешение. Может быть, тогда беспризорных хвостатых стало бы меньше. Бы, бы, бы. Фантастика. Проще же отловить, застрелить, ну или поместить в приюты, которые и без того переполнены. Муниципальные приюты битком, принимать животных никто не принимает. Частные приюты еле справляются без поддержки государственной, без бюджета. И, конечно, собакам деваться некуда, они сбиваются в стаи, находя какую-то кормовую территорию, и охраняют ее. Мария Щеглова, зоозащитник, о проблемах бездомных и брошенных собак знает не понаслышке. Кстати, не она одна, даже на самом высоком уровне, озадачена этим вопросом. У нас любой чиновник хочет отдать это какой-нибудь конторе, которая до этого занималась мусором, строительством дорог. У нас обычно вот такие персонажи занимаются потом собаками. Почему? Ну, потому что там откаты очень большие. Ну, то есть там объем, на самом деле, это очень большой бизнес. Это был Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Мы с ним не так давно встречались и говорили на тему собачьих приютов. Кстати, в это воскресенье на нашем YouTube-канале выходит мой специальный репортаж. В нем никаких сглаженных углов, в нем вся правда о том, как выживают частные приюты для бездомных животных, которые, в том числе, попадают бродячие псы, когда-то нападавшие на людей. Но пока до решения всех этих вопросов еще далеко, нам, очевидно, остается самим беспокоиться о своей безопасности. Виталий Орлов, кинолог со стажем, вот что он советует делать, если на вашем пути оказались агрессивные собаки. Бездомные собаки очень хорошие психологи. Они, как уличные хулиганы, хорошо знают, кто для них жертва и кто для них агрессор. Будьте практичны, будьте взвешены и не паникуйте ни в какой ситуации. Все, как в детстве учили. Спокойствие и никакой паники. Говорить так, безусловно, легко, пока не встречаешься взглядом со свирепой дворнягой. Потому, я думаю, не надо лениться лишний раз позвонить в администрацию района или города и сообщить, что у вас во дворе поселились зубастые соседи. Здесь остается надеяться, что специалисты на том конце провода выполнят свою работу, за которую наверняка получают не самые маленькие деньги. В Перми в одной из подворотен стая бездомных собак загрызла пожилую женщину, а тела практически ничего не осталось. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Местные жители во всем винят в службу по отлову бродячих животных. Ее завалили жалобами, но уже несколько лет она словно никого не слышит. Ситуация становится только хуже. Люди уже лишний раз боятся выходить на улицу, опасаясь за свою жизнь. В школу детей провожают взрослые. Только и это не спасает. Дворняги от голода нападают на всех, кого видят. Александр Савенко подробнее. У собачьих клыков весеннее обострение, заточенные как кинжалы, цепкие, как клещи. Они рвут и мечут пернских прохожих. Столько много машин приезжало. Милиция, полиция. Все, что осталось от старушки, клок волос, фрагмент ухой, кровь на снегу. Стая псов растерзала ее в подворотне. Частенько бегают. Вот по лесу здесь нет места двуногим, кто не в шерсти, без хвоста далеко не сбежит. Десятки бродячих убийц точат зубы, а плоть человека их почему-то не пытаются остановить. Те, кто должен отловить этих псов-потрошителей, сами говорят, что сидят на цепи. Я ничего не должен, я сорожу. Мне вот, честно говоря, с вами вообще некогда разговаривать. Так уж несколько лет люди не сворачивают с протоптанных дорог, иначе смерть. Дети идут в школу лишь в сопровождении старших, да и те стараются лишний раз не дергать судьбу за хвост. В законе нету запретов, никаких ограничений, никаких штрафов, никакого наказания. Пусть загрызают людей, людей не жалко. На месте гибели семилетней девочки, растерзанной заживо с ворой бродячих собак, жители села Домна организовали стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки. 22 января первоклассница возвращалась из музыкальной школы через частный сектор, где на нее и напала стая собак и загрызла насмерть. Мужчины из села провели народный сход, разошлись по домам и вышли уже с ружьями на улице. Местные СМИ сообщают, что около суток в селе стоит стрельба. Селяне, многие из которых охотники, безжалостно отстреливают всех собак, попадающихся им на пути. Стрельба сопровождается громким лаем. Расверепевшие мужики говорят, что будут отстреливать животных, пока их в селе не останется. сельминга, все остальные сомнену, и, и,